Белорусское телеграфное агентство и музей истории Великой Отечественной войны начинают новый совместный проект. Мы стартуем Старый Новый Год, и это очень символично, потому что мы даем новую жизнь, давней истории, старым письмам. Это письма участников войны, прославленных героев и самых обычных людей. Но в этих письмах человеческие судьбы, и мы так и назвали наш проект «Судьбы, сложенные в треугольник». Особенность судьб, сложенных в треугольник, заключается в том, что судьба человека на войне, человеческие отношения, показаны через переписку с родными и близкими людьми. Можно сказать, что письмо «Треугольник» — это основной концепт проекта. В каждой серии будут оригинальные рисунки художника Александра Лапина, а также элементы анимации. Всего запланированные 17 серий судеб, заключительная выйдет в канун 9 мая. Подлинных писем периода Великой Отечественной войны — это фронтовиков, партизан, участников антивашистского подполья — у нас чуть более 2300. Документы дают нам только информацию формальную, а вот тут внутри то, чем люди жили. Ведь война не отменяла жизнь. У меня в руках одно из тех писем, которые потрясли меня в свое время. 2 июля 1944 года у Антона Дановича Тябловского день рождения. И вот он письмо пишет, в котором есть строки. «Лучший подарок, который могут сделать мне на день рождения, это освободить мой родной Минск». А Минск был освожден 3 июля. То есть вот даже подарки у людей вот такие были, и желания такие были. К сожалению, родные больше его не увидели. Он освободил Белоруссию, пошел дальше, они не встретились и погиб в Польше. А другая история — Леня Косач. Он написал заявление на фронт, и его взяли. И вот это единственное письмо, которое он послал, когда он уже был в боевых частях. Самые главные слова в нем были такие, что мы добьем врага в собственном логове. То есть вот все письмо пронисло тем же, и я к вам вернусь. К сожалению, он тоже погиб. И вот на этом письме вы можете видеть разводы. Это слезы. Это правда, это слезы его матери. Самая трогательная коллекция, самая особая — это письма. И вот у нас есть письма, 126 писем одной семьи. Отец и мать писали на фронт своему сыну Юрию. Мне очень нравится твое одно желание записывать все, что бросается в глаза, что привлекает твое внимание. Не думай сейчас о форме, не о содержании. Собирай факты. Факты, факты, еще раз факты. Фотографируй жизни. И вот эти письма, эти живые свидетельства хранятся у нас в фондах сейчас. У нас в экспозиции есть копия письма герой Советского Союза Львана Николаевича Даватора своему сыну, в котором сын его школьник, в котором он пишет «Я вызываю тебя на социалистическое соревнование. Ты будешь учиться только на «Отлично», а я буду только на «Отлично» бить фашистов». Эти письма стали интернет-проектом. И теперь у вас есть возможность читать их самим, вникать, сопереживать. А главное — жить и ценить это.